Коллеги, добрый день. Рады вас приветствовать на очередном вебинаре компании Axelot. И сегодня он посвящен возможностям Axelot TMS X4. Я представлю сегодняшних выступающих. Это я, Шеник Михаил, менеджер по работе с клиентами компании Axelot, и моя коллега Наталья Михайлова, работник проектов TMS нашей компании. Давайте немножко я кратко расскажу по организационным моментам сегодняшнего вебинара. Сейчас мы слайд переключим, одну секунду. Так, значит, кто с нами уже был, тот знаком с этой системой. То есть вопрос, вы пишете в специальном окошке, как показывал на стрелочке. Если у кого-то вдруг есть проблемы со звуком, попробуйте их решить самостоятельно, посмотреть, что у вас со звуком на компьютере, либо к нам переподключиться. И, соответственно, этот вебинар, как и все остальные, вы сможете увидеть и найти на нашей страничке на YouTube. Соответственно, план вебинара у нас сегодня такой. Я кратко расскажу о нашей компании. Далее передам слово моей коллеге Наталье. И, соответственно, в конце мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, которые, опять же, можете писать в окошке в общем чате. Мы, соответственно, их будем видеть и по ситуации либо отвечать на них сразу, либо, соответственно, выберем время в конце. Так, соответственно, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Наша компания на рынке существует уже с 1998 года, уже более 20 лет. Офисы наши находятся в Москве и Хирове. В штате компании Аксилот более 200 человек. Специализируемся мы на создании и внедрении продуктов класса ТМС и ВМС, оказываем услуги логистического консалтного. В рамках нашей деятельности мы также поставляем все необходимое оборудование под ключ. После внедрения систем мы оказываем постпроектное сопровождение, в том числе и в режиме 24 на 7. Если говорить о нашей работе, то, соответственно, мы работаем с несколькими партнерами. Ну, во-первых, стоит сказать, что у компании Gradum и Daterion, они входят в группу компаний Аксилот. Соответственно, компания Gradum занимается внедрением и сопровождением продуктов класса ERP для корпоративного рынка. Компания Daterion занимается построением интеграционных ландшафтов с помощью сервисных шинок данных ESG. Наш любимый партнер – это компания Zeba. Для наших ТМС-проектов она представляет современные и высококлассные терминалы для работы с водителем и, соответственно, все необходимые комплектующие для этого. Компания Citigit – это наш удобный картографический сервис для построения маршрутов при реализации ТМС-проектов. Фирма 1S с ней мы сотрудничаем с моментом основания нашей компании. И компания Extreme – это представление необходимого Wi-Fi оборудования под ключ. За долгие годы нашей работы мы реализовали достаточно большое количество проектов. На данном слайде вы можете видеть уже те компании, часть компании, которые уже выбрали нашу систему. Они представлены в самых разных сферах, географически разбросаны по нашей стране. Соответственно, призываем и вас стать нашим клиентом и, соответственно, работать с нами, как с лидером рынка. Компания Axelot – это, как я уже говорил, разработчик программных решений. И на данный момент нашими флагманскими продуктами является Axelot TMS X4, о которой сегодня пойдет более подробная речь, и Axelot TMS X5. Соответственно, Axelot TMS X4 – это четвертое поколение TMS-систем. Она необходима и нужна для функционализации транспортного действия. Мы выступаем за комплексный подход, и преимущество нашей системы в том, что в рамках одной программы, в рамках одного решения, вы можете видеть все затраты на транспортный контур компании. Система представляет собой открытый код, разработанный на платформе 1С, и она обладает параметрическими настройками. Достаточно большой, базовый, мощный функционал, и функциональность системы состоит из трех блоков. Это управление перевозками, управление собственным транспортом, и спутниковый мониторинг, который включает в себя Android клиент для водителей. В системе предоставлена всевозможная различная калькуляция затрат и аналитическая отчетность. Соответственно, система достаточно мощная, классная, мы сегодня о ней чуть подробнее расскажем далее. Отшот WMS X5 – это пятое поколение системы для управления складом, также сделанная на платформе 1С, имеет открытый код и параметрические настройки. Базовый функционал системы позволяет решать задачи клиентов без каких-либо доработок, но если, соответственно, необходимы доработки, мы их спокойно делаем своими силами, либо клиент ее развивал в систему самостоятельно, так как это открытый код, очень дружелюбный интерфейс, и никаких проблем с этим не возникнет. Если говорить о комплексном подходе, о котором я говорил чуть раньше, то, внедряя одновременно ТМС и WMS систему, организуя обмен информацией с помощью шины USB, и вкупе с корпоративной системой заказчиков, у нас образуется единственный логистический конкурс. То есть транспортная логистика и складская логистика у нас полностью закрываются. Система начинает работать слаженно, с единой событийной моделью, и таким образом образуется синагетический эффект. Соответственно, результаты этого синагетического эффекта, да, можно видеть на слайде, то есть это, если брать транспортную логистику, сокращение транспортных средств, экономия топлива, учет различных расходов, 100% доставка документов. По складу у нас, соответственно, получается эффективное использование сквозских площадей ресурсов, сокращение издержек, оптимизация холостого пробега техники, да, по складу, либо холостого пробега сотрудников. То есть результаты, они видны, они видны сразу, и, как говорится, налицо. Самый классный слайд, да, это преимущество нашей компании. Стоит в первую очередь выделить, естественно, это огромную отраслевую экспертизу, так как за годы существования на рынке мы автоматизировали большое количество предприятий, да, помогли настроить транспортную логистику с учетом современных реалий, автоматизировали большое количество складов, и для нас, как для профессионалов, нет каких-то темных пятен на рынке сквозской транспортной логистики. Соответственно, огромная экспертиза и качественные сотрудники, высокий профессионализм которых позволяет нам реализовывать более 100 проектов в год. Соответственно, мы оказываем услуги постпроектного сопровождения в режиме 24 на 7, имеем опыт постоянного высоконадруженных систем, ну и, в принципе, мы себя позиционируем и считаем как стабильная и финансово устойчивая компания с лидирующими позициями на российском рынке логистических решений. На этом презентация у компании подошла к концу, я передам слово моей коллеге Наталье, которая уже продолжит вести вебинар. Мы тут видим вопрос от Светланы, можно ли получить вашу презентацию для предоставления к компании. Да, мы эту презентацию вам вышли, либо в конце презентации на крайнем слайде будут наши контакты, либо, соответственно, мы узнаем вашу почту и отменяемся контактами и, соответственно, презентацию о компании, о ТМС, о ВМС мы без проблем пришлем всем синтересованным в этом коллегам. Так, коллеги, доброе утро. Теперь мы поговорим с вами о функциональных возможностях ТМС и ТМС. Соответственно, далее поговорим уже более детально о том, как эта система, как система всего ТМС-4 может использоваться в агропромышленных предприятиях. В чем, собственно, возникла проблема и потребности, когда мы говорим об ТМС, об управлении транспортом именно в таких предприятиях. Нам важно обеспечить полный цикл доставки от поля до конечного клиента. Нам важно учитывать специализированный транспорт при планировании доставки сырья. То есть мы понимаем, да, ровно так же, как на слайде показано, то есть мы хотим учитывать работу спецтехники по уборке, я не знаю, там, полей, там, вспахиванию, по ранению и так далее, в доставке сырья на элеваторы, на комбикормовые заводы, дальше уже на свинокомплексы, в сводческие какие-то фермы. Как важно, да, как нам учесть требования сетей при планировании доставки, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что они пытаются строить всех клиентов. Есть ограниченные временные окна, к которым мы должны доставить груз вовремя. Как обеспечить контроль холодовой цепи при доставке продукции? Здесь мы, конечно, прибегаем к услугам телеметрических систем, загружаем данные по контролю температурных режимов в кузове транспортных средств и следим за их изменениями. Также мы хотим учитывать и видеть, что делают наши водители в рейсе. И в этом нам помогает, конечно же, что это андроид-клиент, либо также загрузка данных от телеметрии. Мы, по крайней мере, видим, где они у нас находятся точно, соответствует ли фактический маршрут их следования тому плану, который мы запланировали в системе. Как контролировать совместимость различных видов продукции при загрузке в транспортные средства? Здесь мы можем учитывать и настраивать правила совместимости продукции, ту, которую мы хотим доставить до клиента. Здесь также может идти речь и о многосекционных транспортных средствах при переводке, например, различных видов кормов. То есть это нужно учитывать, потому что смешивать чего собственно нельзя. А и основная, наиболее важная задача – как нам построить наиболее оптимальный маршрут для объезда точек. Какие были предпосылки для внедрения ТМС-Х4 в агропромышленных предприятиях? Ну, конечно же, это сложно в причинном планировании. Почему? Потому что объемы заказов растут, очень сильное ограничение по временным окнам. А здесь именно речь идет о том, что если мы доставляем какой-то комбикорм на свинокомплексе, либо птицеферме, то мы должны вовремя и в срок это все привести, так как здесь времени на ожидания у животных нет. Для того, чтобы вовремя приехать и вообще даже проехать на территорию комплексов, необходимо пройти ряд дополнительных операций. Например, такие, как помыть саму машину, пройти кварцевание кабины, а пройти, там, самобработку водителя, так нельзя говорить. Ну да, решать. То есть для того, чтобы вообще попасть на территорию, вообще, наверное, со звуком. Нам на звук никто не жаловался. Вот, Алексей, мы только вот от вас про звук. Так, коллеги, если есть проблема со звуком, да, вы посмотрите подключение именно у себя на компьютере, да, в правом нижнем углу, либо попробуйте переподключиться к нашему вебинару, потому что проблемы такие бывают. Если все нас слышат, приходится подать писаться плюсиками, чтобы мы понимали, что мы вещаем не зазря. А если сейчас у Алексея звука нет, то у нас не слышат. Получается, да. Вот, Евгений написал, может, мы сообщение напишем? А, вот, коллеги, да, значит, у тех, у кого плюсики, спасибо, что отписались, значит, мы вещаем не зря, нас слышно. У тех, у кого звука нет, да, просьба либо переподключиться, либо проверить подключение со звуком, мы тогда продолжаем. Да. Ну и, соответственно, продолжим. То есть это выполнение дополнительных операций именно в точках для того, чтобы заехать на определенные территории таких комплексов. Особенности точек доставок, в принципе, они в этом и заключаются, что перед тем, как, например, при перевозке животных попасть с одного комплекса, либо попасть от корма на репродуктор и обратно, то транспортное средство, которое непосредственно занимается перевозкой животных, должно отстояться перед подачей его на какой-то из-за участков, да. Также это контроль санитарных зон, то есть если у нас включается режим АЧС, то мы понимаем, что через эти зоны мы не можем прокладывать маршруты, машина ни в коем случае не должна проезжать по таким зонам, и это нужно учитывать. Об этом нам, соответственно, помогает, что это картографические сервисы, которые позволяют закрывать такие зоны и строить маршруты с учетом объезда. Ну и это соблюдение правил биодезопасности. Здесь именно говорится о том, что при подъезде, например, берем на примере нашего клиента, при подъезде к свинокомплексу в данном случае ни в коем случае не должна образовываться очередь на объезд. Почему? Потому что животные больше 10 минут в машине находиться не могут, они должны быть в движении и ни в коем случае не стоять, потому что начинаются не очень хорошие последствия. То есть мы предполагаем, мы хотим учитывать точный подъезд в срок, без пересечения транспортных средств, то есть такой конверт, там один вошел, выполнил свои работы, выехал, ну и, соответственно, дальше подписку. Вот. И также предпосылками внедрения могут быть расширение географии доставки, потому что многие клиенты наши помимо доставки на территорию России уже выходят и на ближайшие зарубежья. Ну и ко всему прочему мы хотим контролировать работу водителей, понимать где они, что с ними, не дай бог с ними, что-то случится, да, там, какие-то, возможно, ДТП на трассах на наших, и также учитывать расходы, которые мы несем на управление собственным парком. Что такое ТМС-Х4 и какие заявки мы можем учитывать? Вообще в системе, возможно, учитывают три вида заявок. Ну, самое главное, да, это заявки на перевозку груза, где мы можем учитывать, да, там, доставку зерна, комбикорма, жидка, молочных продукций, готовые продукции уже до клиента. В эти заявки также, точнее, эти заявки мы также можем включать какие-то мультимодальные схемы по доставке груза, когда у нас, допустим, да, там доставка либо готовой продукции, либо каких-то, какого-то сырья идет через перевалочный пункт, либо через филиалы с последующей уже доставкой до клиента. Что мы учитываем в таких заявках именно на перевозку груза? Это всю информацию о перевозимом грузе, его параметрах. Да, мы понимаем, что мы какую-то часть груза можем чистывать по массе, по объему, в местах, либо в загрузочных метрах. Помимо информации о грузе, в заявках также указывается информация о заказчике, отправителе, получателе, адресах, да, отправления, получения и времени доставки груза. Ну, также и времени отправления, да, с каких-то либо складов, либо каких-то заводов с непосредственной доставкой там до клиента, либо на собственные наши предприятия. Что мы можем также в заявках учитывать? Это учитывать стоимость услуг по перевозке для заказчика. То есть, когда мы помимо того, что продаем что-то, да, там, либо корм какой-то, либо готовую продукцию, то мы также учитываем услуги на доставку. Ну и, соответственно, во всех этих документах мы хотим, что? Мы хотим контролировать статус исполнения заявки. Здесь система построена таким образом, что при формировании подчиненных документов у нас изменяется статус заявки основного, да, там, первого документа, и мы у нас с этим отслеживаем ход ее исполнения. Тоже так отступлюсь. Сами заявки на перевозку груза в систему могут попадать несколькими способами. Самые, конечно же, удобные – это настройка интеграции с корпоративной системой с помощью, ну, в большинстве проектов наших – это Дотерион ЕСБ. То есть мы загружаем заявки уже с полной информацией о заказчиках, отправителях, получателях, адресах. То есть у нас вся МСИ, она у нас приходит из корпоративной системы, потому что КИС – это система мастер-дамп. Значит, помимо заявок на перевозку груза, также возможно формировать заявку на работу спецтехники и заявки на пассажирские перевозки. В принципе, в агропромышленных предприятиях используется и то, и другое. Пассажирские перевозки – это, например, доставка, сотрудников компании на непосредственно на поля для выполнения работ. И спецтехника – это уже непосредственный контроль работы той или иной техники, учет работы либо по пробегу, либо в моточасах, когда у нас работает какое-то дополнительное оборудование. Вот, учет ведется на основании путевых листов, в которых фиксируется все оборудование, установленное на транспортные средства и, соответственно, те нормы, которые мы на них задаем. Еще чуть-чуть про мультимодальные схемы. В системе возможно настроить, установить, сформировать схемы по доставке груза. Даже, как здесь на слайде показано, мы можем от поставщика с помощью железной дороги привезти этот груз на склад и далее уже доставить его до клиента. То есть в системе формируются схемы, они устанавливаются в заявки. Заявка у нас бьется на необходимое количество плечей этой доставки. Для чего это сделано? Для того, чтобы по одной заявке при использовании различных видов транспорта или даже одного, но с различной грузоподъемностью, мы по факту выполнения всех этих плечей понимали, сколько же мы потратили на исполнение одной вот этой вот заявки. Ну и здесь, соответственно, приведен пример, что это может быть доставка через склады филиалов, заводов или других кладов. И плюс это контроль всех звеньев доставки, завод, распределённый центр, филиальный склад, магазин. Все звенья, да, там они контролируются, на них формируются рейсы, следим за их исполнением, пока у нас наша заявка не перейдет в статус выполнена. Для того, чтобы спланировать рейсы на доставку сырья, жидката, молока, да, при использовании специализированных видов транспорта, ну и, соответственно, готовой продукции, заявки, которые у нас, на основании которых у нас формируются задания, попадают у нас в рабочее место планирования рейса. Оно условно у нас разделено на четыре части, то есть это подключенный картографический сервис, о нём чуть попозже, будет отдельный слайд, я расскажу, какие сервисы мы можем использовать. Здесь есть перечень заданий, отфильтрованных, например, по периоду планирования и, соответственно, подобранный свободный парк транспортных средств, на который мы можем вести планирование. Есть несколько вариантов, точнее три способа планирования рейсов. Один из них – это планирование по типовому расписанию. У нас это расписание называется периодические рейсы. То есть мы знаем, что у нас в одном направлении в определенные дни недели на постоянной основе ходит машина, например, либо до клиента, до каких-нибудь сетей, а чаще всего это так и бывает. Мы создаем в системе это расписание и при соответствии этому расписанию задание, которое у нас пришло в систему ТМС, оно автоматически формируется в дрейс. Специализирован подбор специализированного транспорта при планировании доставки сырья. Здесь говорится о чем? О том, что мы используем многосекционный транспорт. Помимо этого, есть типа скотовозов, машины с специальными как бы отверстиями, а они предназначены не только для перевозки животных, а птицевозы, да, если вы хотите. Вот, то есть там мы знаем количество мест, голов, которые мы можем поместить. Это молоковозы, также они как и зерновозы могут быть секционными, либо, ну, либо нет. Плюс, как всему прочему, это рефрижераторы тушевозы, например, да, когда нам необходимо понимать, а какое количество крюков, да, там у нас есть в транспортном средстве, либо мы просто грузим продукцию на пол. При планировании рейсов нам необходимо, на ложе, тоже повторяемся, контролировать санитарные зоны. Это те зоны, в которые мы не должны попадать при планировании. Здесь вот, как я уже говорила, помогает нам в этом картографический сервис. Что важно также при планировании рейсов учитывать, это доставку точно в срок, потому что все наши клиенты, все наши предприятия, они хотят, чтобы мы доставили продукцию именно тогда, когда нам указали это в заявке. Также при планировании рейсов необходимо учитывать график работы водителей, а здесь интересный факт в том, что в основном водители работают сутками, и мы должны распланировать необходимое количество рейсов, зачастую это циклические рейсы, то есть использование транспортного средства несколько раз в день с учетом графика работы водителей, перерывов на обед, либо на какой-то отдых. Учитывая также ограничения в точках доставки, потому что мы понимаем с вами, что не все транспортные средства могут подъехать к клиенту, потому что нет возможности подогнать фуру к какому-то магазину маленькому. Это нужно также учитывать, это настраивается специальными правилами для грузополучателей и при планировании система их проверяет. Для того, чтобы нам приблизить время прибытия к клиенту, нам необходимо учитывать статистику по пробкам. То есть приблизительно, да, там понятно, что со статистическими данными рассчитывать подъезд к клиенту либо на наше какое-то предприятие с учетом тех пробок, которые были в прошлом, в недалеком прошлом. Вот, а в этом нам, конечно же, помогают картографические сервисы. Это платные сервисы, понятно, которые предлагают такие услуги, мы их используем и, соответственно, учитываем при планировании. Ну и также это необходимость учета графика работы и доступности складских ворот, когда у нас есть ограничения по количеству окон разгрузки либо погрузки, то есть система умеет планировать рейсы таким образом, что мы машины с определенным интервалом подаем к нашим предприятиям, к складам, к каким-то филиальным складам для того, чтобы у нас не скапливалась, не формировалась пробка. Вот. Это ряд ограничений, которые система может учитывать при планировании, когда мы ведем работу с заданиями. Ну и здесь как раз вот слайд про используемые геоинформационные сервисы. Сразу хотелось бы отметить два бесплатных, это Axiot Maps и OpenStreetMap. Здесь хочется обратить ваше внимание на то, что бесплатные сервисы нам, к сожалению, не предоставляют никаких статистических данных по пробкам. То есть это сервисы, которые отрисовываются людьми на легковых машинах, там, где мы можем проехать, соответственно, проедут все. И есть ряд платных сервисов, это Asitigit, Яндекс и Google. Вот то, что мы говорили про зоны, так, карантинные, санитарные, вот возможность запрета, наложения именно ограничений на такие дороги нам предоставляет картографический сервис Asitigit. Мы закрываем дороги, по которым нельзя проезжать, и с помощью перекрытия, закрытия этих дорог, этих зон, нам картографию передает, рассчитывает расстояние с учетом объезда, там, где ездить можно. Для чего используются геоинформационные сервисы в ТМС? Ну, во-первых, это для визуализации точек на карте, то есть мы понимаем, да, как там загружаются заявки, они проходят процесс диакодирования, для определения уникальных координат, и при планировании уже рейсов мы видим на карте, где находится наша точка, можем там навести, да, там на карту посмотреть конкретный адрес ПГХ по заданиям. Также геоинформационный сервис используется для расчета расстояний, для построения оптимального маршрута между точками, с максимальной утилизацией транспортного средства. Да. Вот, ну и отображение, да, там на самой электронной карте используется в нескольких рабочих местах, помимо планирования, это также контроль исполнения рейсов и спутникового мониторинга, где мы видим, уже в режиме онлайн, как у нас проходит рейс, транспортные средства, оборудованные либо телеметрией, установленными на них стрекерами, либо с использованием Android клиентов. Вот, после того, как мы спланировали рейсы с учетом всех ограничений, которые нам необходимо учитывать, далее у нас, а, кстати, хотелось также отметить, да, что мы помимо планирования на реальные транспортные средства, мы также можем производить планирование на виртуальный транспорт, то есть заниматься распределением этих рейсов с учетом типов транспортных средств чуть позже. То есть мы распланировали, дальше мы, например, назначаем свои транспортные средства с учетом каких-то ограничений, которые были также, да, перечислены на слайде по планированию, либо обращаться к сторонним перевозчикам, если у нас не хватает своих машин. А когда мы назначили транспортные средства, установили экипаж, то мы уже должны перейти к контролю и исполнению рейсов. В системе есть несколько вариантов контроля и исполнения рейсов. Это, соответственно, ручной ввод данных о факту прибытия, начала работы и убытия водителя с точки погрузки либо разгрузки. То есть диспетчер связывается с водителем, тот сообщает ему место положения, где он находится. Факт того, что его запустили на территорию, поставили на ворота и осуществляется передача либо получение груза. Если это одна точка по рейсу, то да, это возможно. И возможно, это удобно ввод реального времени и фиксации факта передачи груза. Если это количество точек больше, чем 20 и количество рейсов соответствующее, то ручной ввод уже становится не очень удобным. Второй способ исполнения рейсов – это забор данных от телеметрических систем. То есть мы настраиваем интеграцию с телеметрическими системами, на слайде они также указаны, есть типовая уже интеграция с Виалоном, Амникомом, Автографом и Скаутом. Из их серверов забираем данные к себе, учитывая попадание транспортного средства при подъезде к точке загрузки и разгрузки по координатам, плюс-минус погрешность, что машина у нас стоит 15-20 минут на одном месте, то есть зафиксирована остановка, мы считаем, что точка пройдена. То есть если у нас какие-то возникают проблемы при сдаче груза, то здесь уже необходимо ручное вмешательство диспетчера для того, чтобы отметить факт того, что не передано, не передано. Вот. И зафиксировать это в системе, установить какую-то проблему. Ну и третий вариант – это использование мобильного клиента в приложении, которое устанавливается водителю на смартфон или планшет с операционной системой Android. То есть по факту планирования рейсов система, учитывая все временные ограничения, которые были у нас по заявке, рассчитывает расстояние от точки до точки и, соответственно, формирует порядок объезда с временем прибытия и убытия с этой точки. То есть формирует рейс. Этот рейс, если мы ведем исполнение на мобильном клиенте, передается в устройство на основании введенных логин и паролем водителей, то есть они проходят процесс авторизации в этом приложении, и он уже у себя непосредственно на устройстве видит маршрут, по которому нужно проехать, видит задачи, которые необходимо выполнить на точке. Это помимо сдачи или забора груза могут быть выполнения каких-то дополнительных операций, также получения передачи документов, и также передачи любым инкассациям. Работа с мобильным клиентом, как Михаил говорил, как и вся система стоит из параметрических настроек, то есть водитель может видеть только следующую точку по его пути, либо целиком маршрут. То есть это все настраивается на разрезе даже конкретных водителей. Как только запускается маршрут на устройстве, сразу у нас меняется в системе статус у этого рейса, и пошел процесс собственного исполнения. По факту прибытия на точку водитель устанавливает, ну фиксирует точнее дату и время прибытия, система это запоминает. Когда с ним начали работать, то есть поставили, да, там на ворот или запустили на территорию какого-то комплекса, нажимается команда на начать исполнение, ну и, соответственно, после того, как он сдает груз, либо наоборот получает груз, по факту уже убытия с точки фиксируется время убытия. На самой точке, в случае возникновения каких-то проблем, да, там есть возможность сфотографировать возникшую проблему с грузом, да, там, не дай бог, там, кто-то там растаяло, то есть можно подтвердить факт этой фотографии и скинуть ее уже в систему, для того, чтобы с ней уже разбирался, да, там, логист и диспетчер, который следит за исполнением рейса. А можно также прикреплять к прохождению точки файлы, допустим, да, там он приехал в сеть, подписали документы, сразу сфотографировал, то, что документы получены, подписаны. Эти файлы облетят также в систему, их можно уже будет там увидеть. Вот, помимо всего прочего, использование мобильного клиента дает ряд функций по отслеживанию опоздания в точке, превышения времени работы в точке, при этом она может сигнализировать водителю настроенными, да, там, сообщениями, ты не отметил факт прибытия, почему ты стоишь. Водитель может выбрать ответ, почему он стоит, да, там, либо его не принимают, либо ворота закрыты, колдовщик ушел попить чаю, и так далее. Также с помощью него можно корректировать геопозиционирование точки, подтверждать факт того, что водитель, да, приехал туда, куда положено, стоит в этом месте, то есть мы можем корректировать координаты. Плюс можно также досрочно убывать точки, это интересно, когда мы приезжаем в сеть, заняли очередь, но мы знаем, что простоим там часа два, а за это время мы можем, например, развести какие-то мелкие магазины рядом находящиеся и вернуться обратно. Этот функционал доступен водителю, ну, еще раз хотелось бы отметить, что это все настраивается параметрически, эти возможности, эти сообщения, эти оповещения. Вот, ну, и также, да, данные, приходящие от мобильного клиента, они адресируются в рабочее место спутникового мониторинга, где мы онлайн видим плановый маршрут, который мы дали, да, водителю на исполнение, и наложен на него факт с учетом всех тех событий, которые нам интересно отслеживать. То есть какие-то остановки, не санкционированные не по маршруту, какие-то звонки, опоздания в виде всплывающих окон и так далее. Все, наверное, да, пока по планированию и по исполнению. И как мы ранее говорили, система у нас является комплексной для того, чтобы нам было удобно учитывать и все заявки, которые поступают к нам в систему от различных клиентов, да, независимо от того, что мы должны доставить, что мы должны доставить, мы ведем также учет собственного парка. Учет собственного парка, введение карточек, списков транспортных средств возможен с учетом тех характеристик транспортных средств, которые мы хотим не увидеть. То есть это весогабаритные характеристики, различные типы кузовов, чтобы мы понимали, а что это. Это у нас тягач, либо это у нас прицеп, это машина у нас с температурным режимом, с определенным типом кузова и так далее. Здесь мы также ведем учет по принятию транспортных средств к учету. То есть мы фиксируем момент и дату, когда мы хотим, чтобы у нас все учитывалось по этой машине. Все расходы, которые мы фиксируем, начали фиксироваться уже в системе, определенные отчеты, регистры накапливать для того, чтобы мы потом смогли посчитать наши расходы. Также в этом модуле ведется учет путевых листов для разных типов транспортных средств, для спецтехники, для легковых автомобилей, которые даже не обязательно легковых, а автобусов, которые занимаются перевозкой пассажиров, а также грузового транспорта. Можем также автоматически заполнять расходы ГСМ при наличии датчиков, например, установленных в транспортные средства. То есть также, получая данные от телеметрических систем, мы их фиксируем где? В путевых листах. То есть мы фиксируем заправки сливы, начальные и конечные пробеги, ну и, соответственно, наработку моточасов. А и, ко всему прочему, контролируем статус исполнения путевого листа, и как-то странно здесь написано «Управление транспорта». Вот, а помимо, да, помимо того, что мы просто введем, да, там, учет прямых затрат по рейсу, так как выдача путевок, да, она непосредственно к конкретному рейсу относится, мы также можем ввести учеты косвенных расходов. То есть это фиксация ремонтов в системе, фиксация заданий на проведение ТО, использовать рабочее место планирования ремонтов и управления ремонтами, где система нам сигнализирует о той дате, прогнозируемой дате следующего ТО. Также возможен подбор запасных частей, шин, узлов, агрегатов для ремонта. Ну и, соответственно, самое важное, что это учет затрат на выполнение ремонта. То есть про ремонт, если говорить, да, мы можем их выполнять как собственными силами при наличии мест ремонта, на каких-то выделенных ям, а для возможности подъезда туда транспортно-средства при наличии специалистов. Также можем проводить эти ремонты с помощью сервисных организаций, где машина у нас уезжает по определенному адресу и далее уже по факту завершения ремонта сервисной организации, что выставляет правильно акт выполненных работ. С расшифровкой тех работ, которые были произведены с транспортным средством и с учетом тех запасных частей, которые были установлены на транспортные средства и, собственно, зафиксированы, да, там считаются приобретенными на это ТС. По поводу вот как раз рабочего места управления ремонтами на каждое транспортное средство, точнее даже на модель, задается норма ТО, то есть мы фиксируем, какие километры, моточасы или месяцы у нас должно производиться в следующее ТО. Система, соответственно, высчитывает, исходя из установленного реквизита, когда же приблизится, точнее, следующая дата ТО. А здесь вот почему мы еще пришли к тому, что система комплексная, и мы хотим учитывать и машины, и заявки. То есть если у нас механик, например, да, тот, кто руководит непосредственно парком, отправил машину на ремонт, сформировал документ соответствующий, установил статус у него, что он начал, но эта машина у нас, например, используется в рабочем месте планирования рейсов, то при фиксации начала ремонта система понимает, что машина-то есть, но использовать мы ее не можем. Тем самым мы понимаем, да, что она находится в ремонте, и на ее рейс уже планироваться не может. То есть здесь уже, ну, как бы онлайн, да, все в одной системе ведется, все учитывается, и статусы транспортных средств, которые могут быть помимо ремонтов, они могут находиться в рейсах. То есть она понимает, что дата завершения еще не наступила, поэтому мы ее используем разом, при планировании уже не будем и не можем. Как я уже говорила, у нас учитывается несколько видов расходов в системе, это прямые, это косвенные расходы и расходы будущих периодов. В основном они связаны с управлением собственным парком, имеются в виду косвенные и будущих периодов. Расходы в будущих периодах, это те расходы, которые мы производим, точнее не производим, а тратим на документы типа КАСКО, АСАН, которые приобретаются на год, а и используют, а должны быть транспортные средства обязательно, даже при выезде в рейс. То есть система может даже контролировать наличие документов и окончание срока их действия, при этом не выпускать их в рейсы. Вот эти вот расходы, как мы называемых РБП, задаются в системе, задаются варианты их распределения, на какой срок распределить, на какое транспортное средство, и по факту закрытия месяца у нас эта сумма распределяется на все рейсы, которые исполняла это транспортное средство, на все заявки в этом рейсе. Вот, а косвенные расходы, это, соответственно, расходы, зафиксированные документами ремонта, либо документами прочие расходы, которые также есть в системе, где мы понимаем, что у нас либо по транспортному средству, либо по водителю, либо по какому-то рейсу, либо общий период могут быть расходы. Они были у нас зафиксированы, но распределить на конкретные рейсы, например, да, те же самые ремонты мы не можем, и мы должны их распределить на все рейсы, которые исполняла это транспортное средство в определенный период, обычно это месяц, да, так же, как и в бухгалтерии закрытия месяца происходит, и уже понимать, какая часть из этих затрат упала на рейсы, упала на задания, ну и, соответственно, на заявки. Вот, а прямые расходы, это те расходы, которые мы фиксируем на средственном рейсе, да, там, например, при расчете с наемными перевозчиками мы понимаем, какой мы понесем расход при привлекшем, нет, привлекшем, нет, привлекшем, да, привлекая их на исполнении работы, я вспомнила это слово. Вот, и, соответственно, что у нас счет тоже может быть прямым, это расходы на фиксирование пассивных листа. То есть помимо указанных видов расходов, мы можем планировать эти затраты, и можем также фиксировать факт, да, там, понесенный затрат, потому что план зачастую отличается от факта, когда у нас в ходе исполнения рейсов возникают какие-то дополнительные работы, да, дополнительные точки, которые необходимо заехать, а либо вообще, да, там, мы продали груз, грузополучатель его не принял, мы быстренько перепродаем эту машину и перенаправляем ее в другом направлении. Вот, это я вот про расходы, конечно, но и помимо расходов мы также ведем отчет и доходов. Доходы мы рассчитываем на уровне заявки, то есть мы можем рассчитать, да, во сколько обойдутся услуги нашей по доставке продукции какой-то заказчику. И точно так же, как и расходы, мы сначала планируем, а потом уже фиксируем факт того, что мы получим. И также в системе, да, возможно настройка гибких правил расчета затрат, она у нас входит в формулах, в которой используются, в которых, точнее, используются показатели, функции, тарифные сетки, пишутся, да, там определенные правила, они всегда равны чему договору, там, наказание услуг. Также настраиваются правила распределения этих затрат, чтобы мы понимали, а как распределить полученные затраты, например, целиком по рейсу, внутри по заданиям и по заявкам, как распределить затраты, полученные в ходе фиксации работ по ремонтным листам, потому что у нас есть стоимость, у нас есть статья, нам нужно, во-первых, это распределить по рейсам, которые исполняла транспортное средство, во-вторых, по заданиям спуститься уже до заявки. Ну и, соответственно, в системе существует возможность анализа затрат и доходов по любым разрезам. Разрез может быть, это транспортные средства, это рейсы, это какие-то подразделения, направления деятельности, организации и так далее. Можем подсказать до видов номенклатур и даже до самих номенклатур, как это сделано у нас на одном из проектов. Какие мы можем достичь эффекты при внедрении Аксилотом С-Х4? Это, соответственно, снижение количества транспортных средств, которые необходимо выпустить в рейсы. Это снижение пробега, точнее, оптимизация пробега по рейсам с учетом построения маршрутов. Это сокращение суммарного километража, который также связан с снижением количества и с оптимизацией пробега. Оптимизация затрат на арендуемый парк. В первую очередь мы планируем рейсы на собственные машины, и если уже у нас их не хватает, а здесь мы еще понимаем, что мы можем цикличность включить, использовать это транспортное средство несколько раз в день, если оно у нас открывает, то мы, соответственно, прибегаем уже, если не хватает своих, прибегаем к сторонним перевозчикам. Минимизация времени на планирование маршрутов, то есть в зависимости от количества заданий, которые нам необходимо распланировать, если логист в Экселе это будет делать довольно-таки долго, то система позволяет за 2-5 минут распределить задание по рейсам, дальше уже логист может быть каким-то образом откорректировать, если это необходимо. То есть здесь мы минимизируем влияние человеческого фактора, то есть система распределяет задания в рейсы с учетом всех ограничений, которые мы хотим учитывать. Это временные окна, это время работы в этих точках, это оптимизация объезда, это правило доступности ресурсов, то есть какие машины доступны этому получателю, чтобы была возможность вообще к нему подъехать. Ну и тем самым это сокращение трудозатрат логистов. Они нажали на кнопку, система вывела результат, они его оценили, подтвердили, передали рейс, возможно, даже в корпоративную систему для учета более детального, да, там каких-то затрат, и спокойно передав их по выполнению, пошли домой спать. Вот, и что бы еще хотелось сказать, сейчас Миша скажет. Да, у нас серия вебинаров продолжится, получается, послезавтра, 22 августа, начало будет также в 8.30 по московскому времени, у нас будет вебинар, уже посвященный возможностям ВМС, вот так все вот, ВМС, также последняя, пятая редакция. Соответственно, здесь представлена информация, как можно зарегистрироваться на данный вебинар, да, то есть, если кто-то уже регистрировался, приглашаем, кто-то, если еще не регистрировался, соответственно, здесь указана вся информация. Давайте сейчас мы ответим вот на вопрос Алексея, а я также напишу в чат свою электронную почту, чтобы вы, соответственно, могли после вебинара со мной связаться и, соответственно, задать все неинтересующие вас вопросы. Вот я отправил письмецо до с почты, если оно видно, там просьба, там, пару блюзиков прислать. Так, на этот вопрос. Да, добрый день. А если доставка пешим курьером? Его можно вставить в систему. А если доставка осуществляется пешим курьером, здесь мы должны с вами понимать, что Аксилот МС-Х4, она планирует доставку по автодорогам. Теоретически это все ввести можно. С перелетом из такси, да, мы можем зафиксировать, например, перелет и такси как мультимодальная схема, да, там, допустим, там, в несколько точек остановки, либо мы можем сформировать рейс из точки погрузки, да, скажем так, точку разгрузки с учетом всех расходов, которые мы понесем на исполнение этим курьером. И можем также наложить факт и уже видеть факту, сколько вы потратили на это. То есть она не здесь должна быть, а должна быть и вопросом твоя почта. А, в другом разделе. Ну вот в этом чате, да. Вот так, да? А, там нашу и почту вопросов. Так, коллеги, я тогда сейчас продублирую почту. И мы еще видим вопрос. Мы сейчас на него тоже. Постараемся ответить. Так, вот теперь, я думаю, почта будет видна всем. Да, только это пятки на Алену, обратите внимание. Да, это наш сотрудник маркетникового отдела, и почта, соответственно, моя. Так, будет ли вебинар доступен после, хотя бы некоторое время? Да, этот вебинар, как и все вебинары от компании Аксилот, будет доступен на нашем YouTube-канале. То есть, там, соответственно, через некоторое время он будет выложен в записи. От Герасима Евгений вопрос по поводу модуля по ремонту учета агрегатов. Только ли он для агропромышленных предприятий, или это стандартный модуль для всех предприятий? Это стандартный модуль, да, он входит в основную поставку, соответственно, приобретая нашу систему, вы сможете работать не только по специфике агропромышленных предприятий, но и в любом другом разрезе. Так, дальше вопрос у нас от Ильи. Планирование расчета распределения затрата, время подгрузки может зависеть от вида груза? Может, зависеть от вида груза. Так, а здесь вот второй вопрос. Возможно ли интеграция с трек? С виалом было озвучено. То есть, на этот вопрос это, как правило, не нужно отвечать. С виалом, да, у нас есть типовая конфигурация. Ой, господи. Типовая интеграция – это виалом про и виалом хостинг. ERP. И здесь имеется в виду SAP ERP. С SAP не настраивали, но возможность настройки интеграции, да, либо через SAP шину, либо через нашу шину, здесь там ограничений нет, введение NCE, оно и есть введение NCE, формирование тех же самых документов, да, там продажи, либо поступления каких-то поставщиков, оно, в принципе, везде одинаковое. То есть, здесь у нас проблем нет. Шина наша, она может интегрироваться с различными системами. Да, в том числе и SAP. И Oracle, и Одинессовские, УПП, ЛУТ, ERP. Эксплуатация тестов, подбор запасных частей для ремонта, это функциональная спецификация и техкарт на ремонт. Здесь имеется в виду возможность введения учета запасных частей на виртуальных складах, то есть формирования поступлений, запасных частей, там даже у нас получается материалов, ГСМ-материалов, вот, и подбор именно осуществляется, исходя из-за стартов. То есть, не совсем по тех картам на ремонт, а именно с возможностью выбора со складов виртуального. Так, по какому принципу идет интеграция с КИС? Смотрите, здесь разные варианты, да, если мы используем машину данных, то интеграция с КИС настраивается на основании события, которая фиксируется на стороне системы источника, ну и, соответственно, происходит запись на стороне системы приемника. Чтобы не подсказываешь, как это называется. А я читаю второй вопрос. Это от Богданова Игоря. Исходя из опыта внедрения, какую экономию от годового транспортного бюджета в процентах дает внедрение Х4? Здесь, наверное, корректно будет сказать, как, что надо, прежде чем говорить о какой-то экономии, необходимо внедрить систему и собрать некую статистику. И уже проведя анализ данной статистики по конкретной компании, по конкретным бизнес-процессам данной компании, можно уже посмотреть именно, какую экономию мы можем достичь. По опыту, да, экономия может достигать 15-20% от годового бюджета на транспортные расходы. Но здесь все индивидуально, потому что роль играет и география клиента, его местонахождение, его бизнес-процессы, специфика перевозок, чем занимается. То есть здесь вот наобум не скажешь. Внедряем, собираем статистику и конкретно под конкретного клиента делаем подробный анализ. Вот, наверное, корректнее будет ответить вот так. Так, коллеги, мою почту было видно, я ее отправил, вот, после того, как Евгений написал, что не видно почты, я ее отправил еще раз в другой чат. Кто-нибудь отпишитесь там, ключиком, все-таки, так, крайне не видно. А, нету? Нет, ну, смотрите, есть закладочка, я просто не знаю, вопросы видят или не видят. А, ну, позови, да, девочки. Здесь еще вот вопрос, подскажите, пожалуйста, возможно ли интеграция с другими системами мониторинга, кроме озвученных? Да, конечно, безусловно, интеграция с другими системами, она возможна при наличии доступа на их сервера сбора данных. Вы мне мешаете. Тысячи времени надо оттоложить. Выложите в чат, а мы выложили. Я же сказала, что это от Кяткина и Алены и идет, соответственно, почта. Так, коллеги, да, почта должна видеть, посмотрите, вот, чуть выше историю. Во, плюсик, отлично. Продолжаем. Так, есть ли поддержка электронных и транспортных накладных планируется ли? Электронных пока нет, по планам точно сказать пока не можем. То есть это нам нужно озвучить в нашем отделе развития для того, чтобы приняли к звеньям. Пока нет электронных транспортных накладных. Ну, если, да, бизнес будет диктовать такие условия, то, я думаю, мы за этим уследим и вовремя сориентируемся. То есть все пожелания от заказчиков мы собираем, представляем, да, именно наши отделы развития. И когда видим, что пул таких пожеланий растет, это нужно нашим заказчикам, это нужно нашим потенциальным клиентам, мы это, там, через какое-то время реализуем у себя и даем уже обратную связь. Поэтому мы компания инновационная, да, мы держим руку на пульсе, поэтому все современное и передовое в наших системах есть, соответственно, будем развиваться и в этом направлении. Так, коллеги, тогда смотрите, почту мою все увидели. Если, так, вот, Бученков Алексей написал, что спасибо, но у нас не было звука. Возможно, да, из-за того, что, там, вы и находитесь далеко, мы находимся здесь, какие-то были накладки. Ну, такое бывает, но со звуком обычно проблема решается именно просто либо перед включением, либо, соответственно, проверкой быстрого настроек своих звуковых, потому что, может, что-то выключено, либо, там, не до конца проб, по цене, но это все бывает. Но если вы хотите, чтобы вам отдельно провели демонстрацию по ТМС, то через своего менеджера мы можем организовать дополнительно такую демонстрацию. Да, то есть, я свою почту оставил не зря, то есть, если какие-то будут конструктивные вопросы, если будет просто запрос, да, на демонстрацию, на презентацию, можете смело обращаться, я уже отвечу на письмо, в подписи будут мои полные контакты, телефон, почта, городской мобильный. То есть, будем общаться, с удовольствием ответим на все ваши вопросы, чтобы полностью удовлетворить ваш интерес. А, вопрос, так, ой, тут мы пропустили, смотри. А, вот, так, цена анализа текущей ситуации в компании, здесь, наверное... Посмотрите, да, цена анализа текущей ситуации в компании, то есть, если вопрос идет о текущей ситуации в компании в плане транспортной логистики, транспортного расхода, да, то есть, что у вас сейчас, как можно соптимизировать, какие есть точки развития. То есть, здесь, соответственно, у нас есть услуга логистического консалтинга, то есть, мы можем провести логистический аудит, то есть, посмотреть, что у вас есть сейчас, да, выявить какие-то узкие места и, соответственно, предложить варианты развития и исправления данного вопроса. То есть, здесь я предлагаю уже, там, написать мне конкретно на почту, чтобы мы уже продолжили общение, да, уже более, там, предметно, более детально. Почему конкуренты модуль ремонта внедряют отдельно? Здесь, скорее всего, речь идет о ТАИРе, который больше нацелен на управление, на там, производственными мощностями, вот туда в основном устанавливается эта система, а для обслуживания транспортных средств, даже иногда бывает, да, там, это техника складская, типа погрузчиков и речь траков выпускается именно модуль по управлению собственным парком и системой МС. Не всегда он отдельно. Вопрос. Скажите, реализованы ли моменты онлайн по мониторингу тахографов? Онлайна нет. Почему? Потому что устройство, да, оно находится в транспортном средстве, оно пишется на карточку, далее эта карточка вставляется в устройство в компании, выдается чек лента, либо формируются файлы формата ДДД, вот файлы такого формата можно загружать в систему ТМС, где уже идет расшифровка по работам, по отдыхам водителей, которые были в рейсе. Так, интегрируетесь ли с системами расчета заработной платы по данным путевых листов? Ну, у нас на опыте была интеграция с ЗУПом, где в разрезе сотрудника, сотрудников, точнее, в разрезе статей, которые, да, там рассчитываются по заработным платам, по аккаункам, по больничным, данные записаны в систему документов, и прочие расходы. Также в разрезе статей и по сотруднику вы распределяете уже на те рейсы, которые он выполнил за месяц, ну, и далее на задания и на заявки. Так, коллеги, если мы на какой-то вопрос не ответили, да, можете его продублировать. Сейчас мы... Так, мы говорили о возможности выписки путевых листов. Вопрос заключается в том, какая информация вносится в путевой лист. А, значит, в системе при учете собственного парка обносятся первоначальные данные, да, по нормам расхода ГСН. То есть мы устанавливаем нормы, если берем грузовой транспорт, то на 100 километров и на транспортные работы, если это спецтехника, то на один час работы, да, там выработка у моточаса. При принятии к учету транспортного средства, это документ, который вводится и который сигнализирует о том, что все, мы хотим учитывать в системе. Мы устанавливаем начальный пробег, текущий, точнее, пробег на транспортном средстве и текущие остатки с их стоимостями в баке. Когда мы сформировали рейс на транспортные средства, мы знаем все остатки по начальному пробегу, соответственно, по начальному остатку топлива в баке. Формируем путевой лист. Путевой лист формируется на основании рейса. В рейсе у нас есть плановая длина маршрута. Исходя из этого, у нас рассчитывается плановый расход топлива по установленным транспортным средствам нормам. По факту возвращения транспортного средства уже на базу, в гараж, возможно зафиксировать, ну не возможно, а нужно зафиксировать конечный пробег транспортного средства. На основании разницы между конечным и начальным возможно рассчитать нормативный расход топлива. И по факту установки конечного остатка топлива в баке мы рассчитываем уже фактический расход. То есть у нас аспектируется плановая стоимость, ну точнее не стоимость, а плановый расход в литрах, плановый расход в рублях. Ну и, соответственно, фактический расход в литрах и фактический расход в рублях. Возможно, вот вручную, например, с печером либо механиком. А если у нас есть связь с коншиной либо с датчиками по контролю уровня топлива в баке, то мы можем забирать данные и от них. И плюс ко всему, в путевках также фиксируются заправки сливы на отдельных, соответственно, закладках этого документа, где мы указываем, сколько заправили, по какой цене заправили, возможно, даже по какой топливной карте заправили, да. Возможно, настраивать интеграцию с процессинговыми компаниями, фиксировать именно то количество топлива, которое было приобретено. Приобретено. Небольшое уточнение. У них. Вот. И, соответственно, помимо транспортного средства самого, да, можно также и на топ-оборудование отдельно расходы учитывать, либо оно питается из общего бака, либо у него есть свой собственные установки. То есть это все фиксируется в путевке, это все запоминается как плановый и фактический расход, прямой расход по конкретным рейсам. Ну и плюс существуют также типовые печатные формы, которые возможно корректировать под себя, выводить все необходимые данные, которые у нас есть по машине, по водителю, по их документам, по рейсам. В виде точек. Предусмотрена ли выдача путевых листов через терминалы самообслуживания? Да, у нас есть такое рабочее место водителя, оно у нас называется. То есть водитель подходит к терминалу, у него обязательно должен быть уже сформирован рейс, он авторизируется, либо сканирует бейджик, либо вводит логин и пароль непосредственно на терминале, и ему распечатывается помимо путевого листа, дальше и маршрутный. По факту возвращения его из рейса, он может зафиксировать конечный пробег, конечный остаток топлива в баке, и плюс ко всему еще и отметить факт прохождения точек. Терминалы есть. Каким образом учитываются дополнительные пункты остановки отдыха водителя на маршруте? В системе есть возможность настроить правила труда и отдыха водителя, где, соответственно, указывается его общее время работы в неделю, количество остановок, ну, количество, плюс время этих остановок и количество перерывов. С такой схемой, да, с таким правилом, которое мы устанавливаем, соответственно, система и рассчитывает маршруты, давая отдыхать самым водителям. Ну, тут я, наверное, ответила. Включаются графики движения, которые выдают. Включаются. Прямо перещелкивать приходится. А вот, Анастасия, прокомментируйте, пожалуйста, персональная информация водителя не вносится в путевой лист, а что имеется в виду под персональный. То есть у нас, помимо, да, там, введения справочника транспортных средств, также есть и данные по сотрудникам. Сотрудники – это водители, водители-экспедиторы, экспедиторы, где фиксируются, а также как и в справочниках корпоративных систем, физические лица, например, данные, фио, графики работ, какие-то адреса, ага, там, а, ну, да, вот, мы поняли друг друга. А, У водителя и у машины перед выездом в рейс водительские удостоверения можно фиксировать, что вода там отдельно устанавливает, кому оно принадлежит, и при необходимости выводить эти данные по номерам, да, там, кем, кто там, кем и когда был выдан, путевой лист. Также вот в этом справочнике могут как раз содержаться информация о страховках, медицинских книжках, каких-то пропусках, которые выдаются на машину, на машину и водителя, либо только там на водителя. Ведется учет срока их использования, и система также помогает, она контролирует срок окончания, сигнализирует о том, что необходимо продлить документы транспортным средством, или водителя. Вопрос. У вас несколько картографических сервисов для планирования. Какой из них рекомендуют использовать? Платный и бесплатный? Смотрите, на этот вопрос можно ответить так. В зависимости от ваших потребностей, если вы хотите, например, как часто озвучиваемые, учитывать статистику о пробках, которые скапливаются картографическими сервисами платными, то это однозначно платные сервисы. Если вы хотите, например, при использовании системы сначала посмотреть, да, там, на варианты маршрутизации, на построение маршрутов, без учета каких-то ограничений, въездов, проездов, запретов проезда по платным дорогам, грунтовой дороге, вы можете попробовать бесплатные картографические сервисы. Но здесь хотелось бы, знаете, еще о чем сказать, что если, например, у вас в корпоративной системе, да, там ведется справочник адресов, и вы знаете их координаты, то можно их легко передать в ТМС и не прибегать к услугам геокодера, так как в бесплатных картах он очень примитивный, вот, и очень капризный, и не всегда распознает даже просто уникально написанные, точнее, не уникально, а безупречно написанные адреса. Все-таки в платных сервисах картографических геокодер, он более такой гибкий, воспринимает какие-то сокращения, да, там, куча запятых, которые могут быть указаны в адресе, и распознает необходимую информацию. Вот, а в большинстве проектов, да, у нас используются платные сервисы, но есть и те, кто планирует на бесплатно. Так, коллеги, если есть еще вопросы, можете продолжать их нам задавать, да, с удовольствием ответим. Если же основные вопросы, да, и тематика вебинара освещены, то по его окончанию, да, можете прислать все интересующие вопросы на почту, я на них отвечу. И, в принципе, если у вас вопросов не осталось, да, мы можем заканчивать. Спасибо большое. Да, вам спасибо, что уделили время, нашли несколько минут, да, чтобы выслушать нас. Будем мы дальше вас радовать интересной и актуальной информацией. Всем спасибо, всем счастливо, мы тогда с вами прощаемся. Спасибо большое. Можно ответить еще на один вопрос. Есть ли ограничения по количеству пользователей? Нету. На этой оптимистичной ноте ограничений по количеству пользователей у нас нету, то есть можно подключать, сколько угодно водителей, мы никак на это негативно реагировать не будем. Только платформы. Да, да. Тогда, коллеги, завершаем сегодняшний вебинар. Всем спасибо. Почту я свою отправил. До новых встреч в эфире. Также есть почта вот на экране, вы ее видите, info.sobachkopsvill.ru Телефон, наш сайт, то есть все возможные каналы связи, мы открыты. Запись будет выложена чуть позже, да, вы ее увидите на нашем YouTube-канале. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok